Вера Алентова – советская российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка Российской Федерации. Известна по своим ролям в фильмах «Москва слезам не верит», «Время желаний», «Ширли-мырли», «Сын за отца» и другие. Вера Алентова родилась 21 февраля 1942 года в Архангельском Годласе в семье актеров Валентина Быкова и Ирины Алентовой. После смерти отца – Вере было 4 года – они с матерью переехали на Украину. Актерский талант проснулся в Вере рано. В детстве она любила привлекать в свои театральные постановки соседских детей и их родителей как зрителей. Мать Веры часто переезжала с места на место в поисках лучшей жизни для своей дочери. Побывали они в Узбекистане, на Алтае. После школы Вера в тайне от матери в Барнауле прошла пробы в тамошнем драм-театре. Ее талант признали и приняли в качестве актрисы вспомогательного состава. Мать предложила Вере сначала поработать на заводе, посмотреть, как живут люди, а потом попробовать поступать в театральный в Москве. В 1961 году Вера Лентова поступила в школу-студию имени Немировича Данченко при МХАТе. После окончания института устроилась на работу в столичный театр имени Пушкина. Сниматься в кино Вера Лентова стала с 1965 года. Примечательной в ее карьере оказалась главная роль в телесериале «Такая короткая, долгая жизнь». Своим же настоящим дебютом в кино Олентова считает роль в фильме «Москва слезам не верит», режиссером которого выступил ее муж Владимир Меньшов. Эта картина заслужила признание не только в Советском Союзе, но и получила премию «Оскар». А Вера удостоилась на кинофестивале в Брюсселе приза «Сан-Мишель» за лучшее исполнение женской роли. Вера Лентова говорила, в чем секрет популярности фильма «Москва слезам не верит». Для себя я определила так. В ленте представлены все слои общества и возраст, и каждый узнает своих маму, сестру, брата. Это так, как у меня, а не эта история про них. Успех картины у народа был феноменальный. Люди выстаивали на морозе огромные очереди, чтобы купить билет. А критики фильм ругали и злобно пинали моего несчастного мужа. У него даже возникла мысль, господи, зачем я это сделал? Когда американцы присудили Меньшову «Оскара», я была рада хотя бы потому, что он смог расправить плечи. После этого Лентова вместе с мужем сыграла в драме Сергея Ашкенази «Время для размышлений». А через пару лет на экраны вышла мелодрама Юрия Райзмана «Время желаний», где партнером актрисы стал Анатолий Попанов. Затем Вера, как и другие актеры, в том числе Сергей Никоненко, Нина Русланова и другие, снялась бесплатно в главной роли в малобюджетной дипломной работе начинающего режиссера Юрия Кары «Завтра была война». Эта военная драма принесла популярность всем артистам, получив многочисленные награды не только в СССР, но и на международных кинофестивалях во Франции, Испании, Польше, Германии. Затем Алентова играла центральных героинь в картинах «Прости нас, сад» с Георгием Тараторкиным, «Когда святые маршируют» с Владимиром Стекловым, «Непредвиденные визиты» с Василием Лановым, «Жених из Майами» с Борисом Щербаковым и другие. В 1993 году Алентова стала президентом благотворительного федерального фонда социальной защиты членов СТД Российской Федерации. Учреждение помогает театральным работникам. В 1995 году Владимир Меньшов решил раскрыть в полной мере талант своей жены и снял комедию «Ширли-мырли». Вера Алентова сыграла сексуально озабоченную американку Кэрол, цыганку Зимфиру, негритянку Сюардессу и пассажирку лайнера Люську. Затем в кинокарьере актрисы наступил перерыв до 2000 года, когда вышел фильм, срежиссированный ее мужем, «Зависть богов». В картине отражена атмосфера 80-х годов, обреченность любви советской девушки и французского переводчика. К слову, несмотря на всеобщую любовь зрителей, у Алентовой не так уж много экранных ролей, однако все они запоминающиеся. В числе сериалов, где задействована Алентова, «Бальзаковский возраст» или «Все мужики СВО», «Самара-городок» 2004 год, «И все-таки я люблю» 2007 год, «Дар божий» 2008 год и другие. Вера Алентова с 2009 года вместе с Владимиром Меньшовым руководит актерской режиссерской мастерской в Авгике. В 2014 году Вера Валентиновна появилась в российской белорусской романтической комедии «С 8 марта мужчины». Личная жизнь. На втором году обучения в институте Вера Алентова вышла замуж за своего однокурсника Владимира Меньшова, которого многие преподаватели считали тогда бесперспективным. В 1969 году у пары родилась дочь Юлия Меньшова, которая впоследствии окончила тот же институт, что и родители. Когда у Владимира и Веры появился ребенок, а квартирные и финансовые вопросы были наконец решены, супруги вместо того, чтобы жить и радоваться, вдруг поняли, что сильно устали друг от друга. Им даже показалось, что любовь прошла. Да, Меньшова и Алентова решили расстаться, пытались устроить личную жизнь, но спустя 4 года поняли, что их чувства вовсе не умерли, просто нужно было отдохнуть. Вера Алентова говорила, «Мой муж из категории людей по имени «Да». Он говорит, судьба же протягивает руку и почти на все соглашается. Трудно, думаю, найти более разных людей, чем мы с Володей. Из-за этого порой так же горячо, как в юности, выясняем отношения. Спустя более полувека нашей совместной жизни, Меньшов остался таким же, каким был в 20 лет. Очень открытый, расскажет все про себя, про меня, примет полный дом гостей, притащит продуктов, приготовит, угостит. Если бы не он, никому бы не удалось пробиться ко мне в дом. Я даже по телефону с друзьями долго разговаривать не могу. Возможно, одиночество в детстве сформировало мой характер. Я закрытый человек. На какой козе ко мне подъехать, люди не знают. Нелегкий человек, скажем прямо. Ни подарок для журналистов, да и для близких, наверное. В 1997 году дочь Юлия, ее супруг, актер Игорь Гордин, подарили Вере Алентовой Владимиру Меньшову внука Андрея. А в 2003 году – внучку Таисию. Имя актрисы нередко всплывало в новостях в связи с многочисленными пластическими операциями. В погоне за молодостью Вера Алентова нередко прибегала к услугам хирургии. Первую операцию по подтяжке лица она сделала в 1998 году. А вот последующие вмешательства сильно повлияли на ее внешность. После пластики, третьей по счету, сделанной в 2016 году, у актрисы исказилась мимика лица, правый глаз стал казаться больше, а левый остался в полузакрытом состоянии. Алентова была в шоке от последствий операции и подумывала подать в суд на клинику. Тем не менее, скандал удалось решить без судебного разбирательства и чрезмерного шума в прессе. Неудачный опыт экспериментов с внешностью у актрисы случился, когда та подалась на уговоры врача сделать ей инъекции собственным жиром. После этой манипуляции еще два года Вере Валентиновне было непросто смотреть в зеркало, и сейчас она вспоминает все эти события с большим сожалению. Несмотря на неудачную операцию, она старалась держать себя в форме, рост 1,72 см, вес 67 кг. Секрет подтянутой фигуры актрисы прост. Регулярные диеты, к которым она пристрастилась еще в молодости, к здоровому питанию Алентова пыталась приучить и дочь Юлию, которой периодически хватало отваги поддерживать маму в этом начинании. В конце июня 2021 года Вера Алентова была госпитализирована в больницу. Спустя несколько дней появилась официальная информация, что у актрисы диагностировали COVID-19. Немногим ранее опасный недуг был обнаружен и у ее супруга, а 5 июля Владимира Меньшова не стало. Его организм не справился с последствиями коронавирусной инфекции. 8 июля СМИ писали, что после смерти супруга Веру Валентиновну перевели в реанимацию. Ее состояние резко ухудшилось. Однако Юлия Меньшова в тот же день в сторис выложила фото двух рук с надписью «Мамочка дома», опровергнув информацию о реанимации. После смерти супруга Вера Валентиновна нашла в себе силы вернуться на сцену. Продолжение следует...